Итак, есть ли шанс, что Верховная Рада все-таки утвердит все эти новации? И чего вообще ждать от следующей пленарной недели? Поговорим об этом с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока. Сегодня гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Юрий Анатольевич, ну, скорее всего, Медреформу точно попытаются провести через зал Верховной Рады на следующей неделе. Интересная ее судьба. Вот сегодня появилась новость, что представитель СВИЕС в Украине призывают депутатов голосовать за Медреформу. А как вы думаете, не на Западе, а в Украине, как к ней относятся? Для меня показательное отношение депутатов-мажоритарщиков, которые боятся давать за нее голоса, скорее всего, потому что не знают, как объяснить людям на своих округах, почему они это сделали. Да правильно боятся. Потому что это не медицинская реформа. Это вообще прямой путь к сокращению количества людей у нас в стране. Ведь что предлагается? Создать грандиозную коррупционную структуру, которая в ручном режиме будет распределять 97 миллиардов бюджета медицинского учреждения. И теперь не областные советы, а каждый главврач в больнице должен приехать в Киев. И если договориться, ему дадут деньги на больницу, а если не договориться, то нет. То есть это прямой путь коррупции и ликвидации децентрализации, как такой. Устранение всех людей на местах от решения тех вопросов, которые они привыкли и знают, как решать. Второй вопрос, это практически узаканивает сегодня платную медицину. Она и так у нас была платная, и все понимают, что с этим надо бороться, ее надо реформировать. И 75% населения недовольны медициной в стране. Но это не значит, что нужно просто заставлять людей платить, тем более пенсионеров, за то, что они не смогут платить и будут просто страдать. Мы предложили делать страховую медицину классическую. То есть за пенсионера платит государство, за работника работодатель, причем на эту сумму уменьшить у него налоги, уменьшить тарифы на энергетику, то, чем их сейчас задушили практически. И таким образом дать возможность оплачивать. А случаи бывают разные. Еще они даже не внедрили эту так называемую реформу. А вот я был в Радомышле, неделю назад подходит женщина на площади, пенсионерка говорит, что мне делать, я пошла в больницу. И случаи жизни. Вот 80 тысяч гривен стоит опираться. Как ей платить, кто за нее будет платить? И пенсия у нее полторы тысячи гривен. То есть это не реформа. Это кого еще у нас не добила пенсионная реформа, не добьет. Вот тех догонят медицинская. А некоторые инициативы, исполняющие обязанности министра, они свидетельствуют как минимум о кричущем непрофессионализме. Мы будем наблюдать за бодателями Верховной Ради на следующей неделе. Вы вспомнили о пенсионной реформе. Власть уже подводит первые итоги. Во власти, конечно, довольны. Люди довольны не совсем. Слишком уж мало они посчитали, что им добавили этих пенсий. Почему так вышло? Неправильно было просчитано в законопроекте? На самом деле требование людей поднять пенсию, оно абсолютно справедливо. И никакого отношения к изменению, к так называемой пенсионной реформе, оно не имеет. В стране за последние три года инфляция была 100%, а пенсии подняли аж на 12,5%. То есть людей просто обобрали. Потом сказали, мы вам что-то дадим. Но вы заставляете депутатов голосовать, поскольку нужно, чтобы уменьшить количество пенсионеров, получающих пенсии. Не все могут оформить страховой стаж, что, собственно говоря, со следующего года и будет. Просто уменьшает количество людей, получающих пенсию. И то, что сейчас происходит, очень много отзывов, что где-то действительно подняли пенсию на 300-400 гривен, а где-то осталась она та же самая, а где-то еще уменьшилась. Это свидетельство не тех просчетов, которые были. Правительство обязано было поднять пенсию на размер инфляции в стране и на осовременить ее так, как это положено по закону. Они этого не делали три года, и все бюджеты, и это правительство, и предыдущее, строили на том, что недоплачивали пенсионерам. И реально сегодня у нас голодные люди в стране. Голодные пенсионеры, поскольку на 1100-1500 гривен выжить невозможно. Бюджет. В четверг депутаты должны приступить к чтению главного законопроекта финансового на следующий год. Чего ждать от рассмотрения этого документа? Я сомневаюсь, что до этого дойдет, поскольку больше 900 поправок к так называемой медицинской реформе. Но если дойдет, то мы будем голосовать против, потому что сегодняшний бюджет это бюджет полицейского государства с бедным населением. Дают всем. Прокуратуре, полиции, службе безопасности, администрации президента, кабинету министров на 2,3 миллиарда увеличивают по сравнению с прошлым годом дотацию на кабинет министров. Суммарно больше 20 миллиардов дают на административные органы, силовые структуры, по сравнению с прошлым годом, при том, что социальные выплаты за счет инфляции становятся даже меньше. Мы, естественно, это не поддержим. Мы подготовили свой вариант бюджета для людей, а не для чиновников, и будем добиваться принятия его, поскольку при принятии бюджета в варианте правительства у нас еще больше будут обделены все социально и так незащищенные люди. Мы с этим не смиримся и за него голосовать не будем. Кстати, о социальном обделении, если можно так сказать, мы будем говорить с нашими зрителями немного позже. На этой неделе выяснилось, что в бюджете на субсидии очередная дыра. Не хватает еще 10 миллиардов гривен. Почему в кабине не способны сразу определить, сколько придется потратить за год на такие выплаты? И что ждет людей, если депутаты все-таки не успеют выделить деньги до начала отопительного сезона? Мы все это обсудим с вами, но уже во второй части нашей программы. А пока я благодарю вас, Юрий Анатольевич, за участие. Спасибо вам. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели. Продолжим через несколько минут.